Приложение номер 4 Питание и продолжительность жизни Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей Аристотель Очень многих волнует вопрос, а можем ли мы с помощью питания влиять на продолжительность жизни Практика дает положительный ответ, но все по порядку Для начала приведем пример из жизни пчел Пчелиная матка живет около 6 лет, а рабочие пчелы всего 30-35 дней То есть продолжительность жизни пчелиной матки примерно в 65 раз больше Основная причина кроется в питании Пчелину матку кормят маточкиным молочком, а рабочие пчелы его получают только в начале своей жизни А затем питаются нектаром цветов и медом Пример впечатляет В Библии описан патриарх Мафусаил, который дожил до 900 лет То есть жил в 12-13 раз дольше, чем обычный человек Питался Мафусаил натуральными продуктами, диким медом и акридами Акриды это сушеные кузнечики А теперь более близкие для нас примеры из брошюры Григория Захаровича Пиццхелаури лет до 100 расти Узнаем, как питаются долгожители Кавказа Итак, вот что он пишет В их питании имеется ряд отличительных черт в зависимости от того, где они живут В прибрежной, равнинной или горных частях его Долгожители спонтанно пришли к правилу питаться продуктами из того района, где живут Как мы знаем, это способствует максимальному приспособлению человека к этому месту На него оказывается гораздо меньшее разрушительное влияние Ведь он частица этого района Поэтому у них остается избыток энергии, идущей на укрепление организма Все долгожители кушают умеренно Большинство стройны Следующий важный момент Продукты подвергаются кулинарной обработке в свежем виде Без предварительного хранения в холодильнике Горячие блюда потребляются сразу же после приготовления Что исключает чрезмерную потерю витаминов Особенностью питания следует считать потребление натуральных продуктов Со своего огорода или приусадебного участка Налицо использование пищи, богатой отжасом, то есть биоплазмой Который теряется при хранении, помните, свечения листка В питании отсутствуют первые блюда, богаты экстрактивными веществами И это понятно Бульон, трупная вытяжка, которая нас отравляет Процесс отравления воспринимается нами как стимуляция Мясо потребляется в основном отварное Вместо пшеничного хлеба употребляют Мчади, кукурузные лепешки и гоми, мамалыга Нам уже известно, что пшеничный хлеб образует клейковину Которая портит наш пористый реактор гликокаликс Овсяная, кукурузная и просеная мука это не делают Еще один плюс Потребляются кисломолочные продукты, которые стимулируют дошу пита То есть постоянно поддерживают огонь пищеварения Стол долгожителей богат сырыми овощами в виде салатов, свежей зелени Крест-салат, кориандр, эстрагон, укроп Этим они поддерживают нормальную микрофлору кишечника Это очень важно Еще рекомендую принимать тмин Не разжевывая, примерно по пол чайной ложечки Утром натощак и водичкой запели Отлично регулируют работу нашего кишечника Помимо натуральных сортов овощей Блюда готовят из дикорастущих растений Богатых также витаминами и минеральными солями Эти растительные вкусно приготовленные блюда Обладают хорошей ферментативной активностью Что способствует повышению функциональных способностей пищеварительной системы в старости А это уже грамотное применение индуцированного аутолиза для обеспечения пищеварения Вообще, подчеркивается, долгожители Карабаха потребляют в сыром и квашеном виде Более 200 видов съедобных растений Вот у кого надо учиться Ведь чем больше минеральных элементов потребляется свежих, живых Тем лучше для организма, тем стабильнее здоровье Долгожители едят мало сахара, но зато натуральный мед и виноград По словам долгожителей, натуральный мед и виноград Очень полезны для пищеварения продукты питания Этим они поддерживают Дошу Пита, ответственную за пищеварение И соблюдают рекомендации цельности продуктов Ничего не тратить из резерва своего организма на усвоение и выведение продукта Интересна и национальная привычка употреблять острые приправы Ведь в нашей жизни нам хронически для стимуляции Доши Вата Не хватает горького вкуса Вторичного вкуса после переваривания Мы перенасыщаем себя продуктами, дающими сладкий вторичный вкус Хлеб, крупы, мясо Отсюда перевозбуждаем Дошу Капха Отхаркиваемся постоянно и страдаем запорами Воду используют чистую родниковую Избегают принимать жирную пищу Считая, что она плохо переваривается И ускоряет процесс старения Кушают обычно 3-4 раза в день Не наедаясь до присыщения Соблюдают принцип митохара То есть умеренность в еде В рационе питания карабахских долгожителей Особое место занимают ягоды тутовника Из них варят сироп, который пьют с чаем Этот напиток считается полезным при упадке сил То есть состояние очень инь Оказывается все просто Тютина, янский продукт И они им себя янизируют То есть активируют Вместо чая используют для заварки Шиповник, цветы, липы, бояришник и мяты И опять подчеркну Характерно, что они, то есть долгожители Любят фрукты и ягоды Президент Японской ассоциации натуральной медицины Профессор Морисита Считает, что питание старых японцев Имеет много общего с питанием долгожителей Кавказа Престарелые японцы Отдают предпочтение овощам В рацион их питания Входят съедобные дикие травы Морские водоросли Рыба Натуральный мед Различные приправы и так далее Обратимся теперь к книге Гаврилова Может ли человек жить дольше Выяснилось, что наиболее эффективно Ограничение потребления калорий, то есть энергии При соблюдении в то же время диеты Сбалансированы по витаминам и минеральным веществам Ограничение калорийности диеты на 50 и 25% Приводит к увеличению продолжительности жизни Соответственно почти двое и на 32% Эти данные были получены в экспериментах на животных А нам из жизни кавказских долгожителей уже известно, что они питаются именно так Малая калорийность пищи, но высокая биологическая активность Вот теперь практика и теория взаимно подтвердили друг друга В этой книге описано питание абхазских долгожителей Сравним его с карабахскими долгожителями Обжорство, неумеренность в еде и выпивке всегда порицались у этого народа Рафинированный сахар употребляют почти в два раза меньше, чем это обычно рекомендуется Конфеты и варенье они едят только один-два раза в неделю Вообще до 20-х годов нашего века абхазы потребляли мед Не зная о связи потребления жиров со смертностью от рака молочной железы Толстого кишечника и кровотворной системы Абхазы просто не любят слишком жирных блюд Употребляют очень мало соли и почти не потребляют ее в чистом виде Отсюда их пища отнюдь не становится от этого пресной и невкусной Поскольку все плод до свежей дыни они едят саджикой Острой и ароматной пастообразной приправой Которая на четверть состоит из красного перца А также из сушеных и зеленых пряностей Чеснока и небольшого количества соли Кстати говоря, красный перец приводит к снижению содержания общих и нейтральных липидов А также холестерина в печени Что может иметь важное значение при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний Если подойти к этому с позиции ДОШ То окажется, что острый вкус ионизирует наш организм И не дает возбуждаться ДОШИ КАПХА Но поддерживает ДОШУ ПИТА То есть огонь пищеварения Которая сжигает слизь Что же они кушают? Главным повседневным блюдом абхазам является каша Мамалыга Приготовляемая в настоящее время из кукурузной муки А в прошлом ее готовили из спроса Поэтому я заостряю ваше внимание Ешьте лучше кашу из спроса То есть они используют продукты, лишенные клейковины Кроме того, из кукурузной муки делают пресные лепешки Или чуреки, заменяющие абхазам хлеб Особенно сытным и питательным является чурек Подслащенный медом Либо начиненный сыром или грецкими орехами Высокое потребление углеводов за счет растительных продуктов А следовательно и высокое содержание в пище клетчатки и пектиновых веществ Важна особенность питания долгожителей Некоторые читатели могут возразить Но ведь родина шашлыка Кавказ Абхазы употребляют исключительно свежее мясо И при том с зеленью То есть в наилучшем сочетании для его усвоения Недоеденная пища идет на корм скоту И никому не придет в голову Подогреть гостю не только вчерашний ужин Но и просто остывшую еду Интереснейшие данные приводят Николай Агаджанян и Алексей Катко Книги резервы нашего организма о долгожителях живущих в долине Хунза 32 тысячное население этого рая не знает болезней Средняя продолжительность жизни Хунза 120 лет Хунза вегетарианцы Летом они питаются сырыми фруктами и овощами То есть по сезону Зимой высушенными на солнце абрикосами и пророщенным зерном Овечьей брынзой Суточная калорийность Хунзы составляет в среднем 1933 килокалорий И включает в себя 50 граммов белка 36 граммов жира И 365 углеводов Шотландский врач Мак Каррисон Жил в непосредственной близости от долины Хунза В течение 14 лет Он пришел к выводу, что именно диета является основным фактором долголетия этого народа Если человек питается неправильно То от болезни его не спасет и горный климат Поэтому неудивительно, что соседи Хунза Живущие в тех же климатических условиях Страдают самыми различными заболеваниями Их продолжительность жизни в два раза короче Мак Каррисон, вернувшись в Англию Поставил интересный эксперимент на большом количестве животных Одни из них питались обычной пищей Лондонской рабочей семьи Белый хлеб, сельдь, сахар рафинат Консервированные и вареные овощи В итоге в этой группе Стали появляться самые разнообразные человеческие болезни Другие же животные Находились на диете Хунза И на протяжении всего опыта Оставались абсолютно здоровыми Любопытно, что Хунза, в отличие от соседних народностей Внешне очень похожи на европейцев По мнению историков, основатели первых общин Хунза Были купцы и воины из армии Александра Македонского Осевшие здесь во время похода по горным долинам реки Инд Видите, и европейцы могут жить долго, если будут правильно есть Биологически ценное питание, сырые фрукты и овощи, а зимой проросшие зерна Высушенные абрикосы позволяют всем жить значительно дольше У жителей Хунза есть такая поговорка Женщина Хунза никогда не пойдет за своим милым туда, где не растут абрикосы По своему уникальная статья Архипова Супердолголетие может делать все-таки в рационе Журнал «Химия и жизнь» В которой автор приходит к выводу О главенствующей роли в феномене супердолгожительства питания Посмотрите на таблицу, содержащую сведения о долгожителях-рекордсменах Скотоводческое население этих краев в недалеком прошлом питалось преимуществом молочными и растительными продуктами Более того, чабаны, ведущие полукачевой образ жизни, готовили их не так, как обычные крестьяне Например, в крестьянском доме обычно кипятили молоко, независимо от того, что из него потом будут готовить А пастухи обходились без огня Автор подчеркивает, глубокие старики рассказывали ему, что основу их пищи составляли продукты, приготовленные самым примитивным образом Таблица Имя, возраст, место жительства, профессия Итак, Ширали Меслимов 168 лет, Лериканский район, Азербайджанский СССР, Чабан Махмуд Эйвазов 148 лет, Лериканский район, Азербайджанский СССР, Чабан Меджит Агаев 140 лет, Лериканский район, Азербайджанский СССР, Чабан Ширин Гасаев 150, Джербраилский район, Азербайджанский СССР, Чабан Чарли Смит 131 год, США, погонщик скота Если принять, что главный фактор, продлевающий жизнь людям, это употребление пищи малообработанных продуктов, то одну из особенностей приведенной здесь таблицы, однородный мужской состав долгожителей, можно было бы объяснить примерно так Обычно женщина не следовала за мужем в горы, она оставалась дома у очага и естественно пользовалась более цивилизованными методами приготовления пищи, что вероятно и сокращало ее век Недаром говорил древнегреческий философ Поседоний Радоский Каждый человеческий организм сам должен вершить кулинарию Отличные слова Вспомним индуцированный аутолиз, открытый академиком Уголевым 50% энергии на пищеварение экономится, если пища натуральная и необработанная, переваривается за счет своих же ферментов Мне думается, что именно этот фактор в значительной мере способствует такому увеличению жизни Теперь знакомимся с интересной заметкой Рецепт долгожительства Группа китайских ученых несколько лет исследовала проблему долгожительства Геронтологи, углубленно и всесторонние, изучали жизнь 37 тысяч соплеменников, мужчин и женщин В возрасте свыше 100 лет изучали их пищу Собранный богатый материал позволил ученым сделать определенные выводы и сформулировать рекомендации Пища должна быть предельно некалорийной Содержать как можно меньше жиров и животных белков И как можно больше овощей, фруктов и блюд с большим содержанием железа Железо, подчеркиваю Со многим нельзя согласиться Но когда говорит статистика, поневоле задумаешься А действительно, правильно ли я ем? Посмотрим, какие продукты употреблял каждый долгожитель 1. Жительница Сербии, 119-летняя Эмма Бегович, всю жизнь в основном питалась продуктами из козьего молока 2. Ширин Гасанов, 150 лет Съедобные травы, ягоды, плоды диких деревьев и кустарников Зерно, мед, собственную простоквашу, творог, масло и сыр 3. Ширили Меслимов, 168 лет Сыр, фрукты, овощи, хлеб из муки грубого помола, мед Из напитков молоко и родниковая вода Последние годы чай из цветов различных растений 4. Меджит Агайо, 140 лет Помимо всего прочего, кушал шашлыки из баранины в полусыром виде 5. Бан Селин Муали, житель султаната Аман, 150 лет Кушает часто, но малыми порциями Предпочитает дичь, мед и хлеб 6. Саула Десса, португалец, 105 лет Питание себя особо не ограничивал Обожал лимоны Целебный сок этих плодов, по его словам, является эликсиром долголетия Следует заметить, что лимоны имеют другой вкус У нас они недозрелые, поэтому кислые 7. Гюли Рзаева, азербайджан, 124 года Пьет фирменный напиток бодрости, приготовленный из горных трав по старинным рецептам 8. Саид Абдул Мабуд, из долины Хунза, 160 лет Рацион жителей Хунза 9. Зора Ага, турок, 156 лет Употреблял черствый и черный хлеб, постное мясо, зрелые оливки, финики и много фруктов и овощей Кроме воды ничего не пил и еще чай из мяты Он не употреблял сливочного масла и никогда не ел больше двух яиц за неделю 10. Ли Чунг Юн, житель Тибета 252 года, собирал в горах лекарственные травы Меню каждого долгожителя ясно говорит, что употреблялись цельные продукты и в основном фрукты и овощи Кроме этого, каждый долгожитель предпочитает излюбленные продукты Например, Эмма Бегович, козье молоко Меджит Агайо, шашлык из баранины, полусырой Бен Сали Муали, дичь, мед и хлеб Паула Деса, лимоны Гюли Рзаева, собственный фирменный напиток Это указывает на то, что с помощью этих излюбленных продуктов Они удачно уравновешивают доши Помимо этого, они используют особые пищевые добавки Которые позволяют пополнять микроэлементный состав тела И опять-таки уравновешивать доши Именно эти люди, сами не зная этого Являются идеальными последователями натурального питания Соблюдают все механизмы усвоения пищи Инь-янь и уравновешивают доши Инь-янь и уравновешивают доши